Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые товарищи! Я Константинова Ольга Ивановна, заведующая библиотекой Дома офицеров Каспийской флотилии. Предлагаю вашему вниманию литературную гостиную «Защитник отверженных». 26 февраля исполняется 220 лет со дня рождения Виктора Гюго, французского писателя, поэта, драматурга. В 1802 году родился Виктор Марий Гюго, французский писатель, поэт, прозаик и драматург, глава и теоретик французского романтизма, член Французской академии. Раннее детство Виктора протекало в Марселе, на Корсике, на Эльбе, в Италии, в Мадриде, где проходила служебная деятельность его отца, генерала Наполеоновской армии, и откуда семья каждый раз возвращалась в Париж. Путешествия оставили глубокое впечатление в душе будущего поэта и подготовили его романтическое миросозерцание. Сам Гюго говорил позднее, что Испания была для него волшебным источником, воды которого опьянили его навсегда. Первая зрелая работа Виктора Гюго в жанре художественной литературы была написана в 1829 году и отразила острое социальное сознание писателя, что продолжилось в его последующих работах. Повесть «Последний день приговоренного к смерти» оказала большое влияние на таких писателей, как Альбер Камю, Чарльз Диккенс и Федор Достоевский. Клод Гю, короткая документальная история о реально существовавшем убийце, казненном во Франции, увидела свет в 1834 году и впоследствии была расценена самим Гюго как предвестник его великолепной работы, а социальной несправедливости отвержены. Но первым полноценным романом Гюго стал невероятно успешный «Собор Парижской Богоматери», который был опубликован в 1831 году и быстро переведен на многие языки Европы. На склоне дней Виктор Гюго много сил отдавал поэзии. Один за другим выходят сборники его стихотворений. В 1883 году завершен грандиозный эпос «Плод многих лет труда. Легенда веков». Смерть прервала работу писателя над сборником «Все струны лиры», где по замыслу должен был быть представлен весь репертуар его поэзии. Скончался Виктор Марий Гюго 22 мая 1885 года в Париже. Церемония похорон продолжалась 10 дней. В его похоронах участвовало около миллиона человек. Государственные похороны стали не только данью уважения к великому человеку, но и апофеозом прославления республиканской Франции. Останки Гюго были помещены в пантеон рядом с Вольтером и Руссо. О жизни и любви несколько мудрых цитат Виктора Гюго. Величайшее в жизни счастье – это уверенность в том, что нас любят. Любят за то, что мы такие, какие мы есть. Или несмотря на то, что мы такие, какие мы есть. В совести любящего мужчины, ангел-хранитель, любимой им женщины. Мы рождаемся с криком, умираем со стоном, остается только жить со смехом. Когда человеком владеет одна мысль, он находит ее во всем. Ум богатеет от того, что он получает, сердце – от того, что оно отдает. Никто не следит за поступками других так ревниво, как те, кого эти поступки касаются меньше всего. Рай богатых создан из ада бедных. Дурные мысли – самоубийство души. Быть святым – исключение, быть справедливым – правило. Заблуждайтесь, падайте, грешите, но будьте справедливы. Магия слова Виктор Гюго Я шел по берегу и повстречался с нею. Босая, стройная, с растрепанной косой. Как будто в тростниках вдруг появилась фея. Я у нее спросил – «Ты в лес пойдешь со мной?» Взглянула на меня, о, женский полный света, себя вверяющий, самозабвенный взгляд. «Пойдем», – я ей сказал. «Любовью дышит лето. Деревья скроют нас и тенью одарят». Неспешно отраву она отерла ноги. И снова тот же взгляд, открытый взгляд в упор. Потом бездумная задумалась в тревоге. О, как звенел тот миксогласный птичий хор. Как реку сонную ласкало солнце жарко. И вот увидел я, сквозь камыши идет, ко мне смущенная, счастливая дикарка, волной густых волос, закрыв лукавый рот. Редактор субтитров А.Семкин